При переходе к приложениям второго типа вам придется принимать решение, что удобнее, хранить пользовательские данные в хранилищах облака или использовать свои базы данных. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, а преимущества и недостатки проявляются в контексте конкретной задачи. Для нашего приложения мы будем использовать свою базу данных для хранения промежуточных рейтингов, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, как можно разделить обработку специфических данных портала, в нашем случае это информация о сделках CRM, и обработку смежных данных приложения, те самые промежуточные рейтинги. Начнем с описания нужных нам таблиц на своем серверном MySQL. По сути нам понадобится воспроизвести ту же структуру, которая у нас была реализована на уровне пользовательских хранилищ. Единственное важное отличие состоит в том, что поскольку в конечном итоге наше приложение, как я рассчитываю, должно устанавливаться через Marketplace Bitrex24, то нам потребуется отдельная таблица для хранения списка порталов и авторизации на этих порталах. Давайте рассмотрим структуру наших таблиц. Первая таблица B24PortalReg содержит 5 полей – название портала и 4 параметра авторизации в рамках протокола OAuth 2.0. Не будем забегать вперед, просто отметим, что эти поля нам нужны. Вторая таблица B24Users будет хранить список участников рейтинга. Для этого у нее есть автоинкрементный первичный ключ ID, поле Portal для привязки пользователя к конкретному порталу на уровне таблицы B24PortalReg, ID User для хранения идентификатора пользователя в терминах Bitrex24 и поле Name для хранения имени пользователя. Это поле нужно просто для того, чтобы при необходимости мы могли вывести имена участников рейтинга, не прибегая к асинхронному запросу этих данных через RESTAPI. Не уверен, что это пригодится, но пусть будет. Последняя таблица B24Ratings нужна для хранения промежуточных ежедневных данных рейтинга. Здесь мы снова видим автоинкрементный первичный ключ, поле ID User, который на самом деле будет содержать не идентификаторы пользователей портала, а идентификаторы пользователей из таблицы B24Users, поле Rate Date для указания календарной даты рейтинга пользователя и поле Rate Sum для хранения суммы сделок за эту дату. Этих таблиц нам вполне хватит для нашего приложения. Что же по большому счету должно поменяться в нашем приложении в сравнении с предыдущей версией? Во-первых, при установке приложения мы должны сохранить список участников не в пользовательское хранилище в облаке, а в свою собственную таблицу B24Users. Во-вторых, нам придется отказаться от получения списка участников рейтинга в рамках пакетного батч-запроса, поскольку эта технология сделана для вызова в REST API, а мы теперь будем запрашивать пользователей из своей таблицы. В-третьих, сохранение промежуточных значений рейтинга мы опять же должны делать в свою таблицу B24Ratings. В остальном ни логика, ни код приложения пока изменяться не будут. Давайте погрузимся в нюансы кода и начнем с изменения метода, вызываемого при установке приложения. Нам потребуется внести изменения в метод FinishInstallation, который сохранял список участников рейтинга. Вместо кода, который создавал пользовательские хранилища и записывал туда список пользователей, мы выполним один Ajax-запрос к серверному файлу Ajax.php, которому передадим параметры. Тип операции, которая нам нужна, в данном случае добавление участников рейтинга и обозначенную значением AdRatingUsers, параметры аутентификации текущего пользователя, который мы получаем при помощи функции REST API GetAuth, и массив с идентификаторами и именами участников рейтинга. В дальнейшем мы напишем наш Ajax-PHP таким образом, чтобы он возвращал нам ответ в формате JSON с указанием статуса, чтобы мы могли проанализировать, не произошла ли ошибка. Если все прошло нормально, то, как и раньше, мы вызываем функцию REST API Install Finish, завершающую установку приложения. Теперь внесем изменения в рабочие методы приложения, и начнем с нашего многострадального DisplayDeals. Здесь мы снова начнем строить цепочку асинхронных методов, начав с метода получения информации о текущем пользователе, и только потом вызвав метод получения списка участников рейтинга GetRatingUsers. GetRatingUsers меняется целиком, поскольку он должен теперь получать данные не из Bitrix24, а от нашего сервера. Мы воспользуемся тем же Ajax-PHP, однако укажем другую операцию. Операцию получения списка участников вместе с данными их рейтинга за вчерашний день. Ведь все данные есть у нас на сервере, а в отличие от функции REST API, и используя свою базу данных, мы можем делать сложные запросы с джойнами, объединяющими данные сразу из нескольких таблиц. Следовательно, одним Ajax-запросом мы можем получить сразу кучу данных, экономя на количестве запросов. Обозначим нашу операцию значением GetUsers. При этом мы снова добавим в качестве параметров Ajax-запроса данные авторизации текущего пользователя. Наш Ajax-запрос вернет нам либо ошибку, либо перечень нужных данных, которые мы сохраним в массиве приложения в рамках той же структуры, что и раньше. И это позволит нам не менять прочие методы. Сохранив все данные, переходим к следующему методу, BatchGetData, для получения подробных данных участников пользователей, и списка сделок текущего пользователя. Все, как и раньше. Внутри BatchGetData, как вы помните, вызывается метод SaveRatingData, который нам потребуется переписать. Мы снова подготавливаем массив параметров для Ajax-запроса, объединяя в них идентификатор текущего пользователя IDUser, указывая текущую сумму его сделок, сумм, вчерашнюю дату, rateDate, и тип операции, operation, со значением addRating. И да, снова подсовываем параметры авторизации от Bittrex24. Как и раньше, передавая данные о сумме сделок, мы должны либо добавить новую запись о рейтинге текущего пользователя, либо обновить существующую. Мы проверяем это соответствующим условиям, и при необходимости добавляем в параметры идентификатор записи о рейтинге текущего пользователя, а заодно меняем тип операции на UpdateRating. Все, больше ничего на уровне нашей JavaScript-библиотеки приложения мы не делаем. Однако у нас появляется новая часть, которой раньше не было, а именно серверные PHP скрипты. Логика серверной части сосредоточена в том самом файле .jx.php, который должен что-то сделать в зависимости от вызываемой операции в параметре operation. Вот и опишем этот механизм. Заведем свой класс SeratingOperations, будем проверять request на наличие параметра operation, и если он не пустой, будем вызывать метод manage у экземпляра класса, который назовем менеджер. Как работает метод manage? Он принимает все те же самые параметры, которые пришли к нам через request, и отдельно для удобства принимает команду operation, а затем простой конструкции switch выполняет тот или иной нужный кусок. Давайте рассмотрим первую операцию AddRatingUsers. Если все дело совсем правильно, то первым шагом мы должны проверить, а имеем ли мы вообще право что-то принимать от портала и что-то делать с этими данными. Ведь наш URL мог вызвать кто угодно. Для этой проверки мы должны использовать подтверждение аутентификации по протоколу OOT 2.0. Однако на текущем этапе нам пока говорить об этом рановато. Поэтому я не буду сейчас углубляться в подробности реализации этой проверки. А единственное, что потребуется, когда вы захотите проверить пример на собственном портале, это подставить правильные параметры своего собственного приложения. Эти константы описаны вот здесь, в файле tools.php. Вы должны будете заменить их своими значениями. Чуть позже я покажу, откуда они берутся. Сейчас мы примем весь этот функционал за черный ящик. Работа которого сводится к одному простому механизму. Мы вызываем метод checkB24Auth, передавая ему параметры из request, содержащий, как вы помните, параметры аутентификации, который нам уже отдал B324 через функцию restApi getAuth. И оно как бы само собой работает. Если метод не возвращает текст ошибки, значит авторизация проверена успешно. И мы идем дальше. Для каждого участника в списке вызываем запрос vidinsert в нашу таблицу B24 users. Опять же не будем углубляться в механизм взаимодействия с MySQL на уровне PHP. Тут такой вагон вариантов, что вы всегда сможете выбрать тот, который вас больше устроит. Если вам понравится тот, который идет с этим примером, welcome. Я сам его где-то нашел. Итак, мы выполнили запросы. Если они все прошли без ошибок, мы возвращаем JSON со статусом success при помощи метода returnResult. А аналогично происходит и с прочими операциями. Мы получаем параметры, что-то там делаем, вставляем в базу данных или выбираем данные и возвращаем в виде JSON. Если потребуется расширить перечень операций, мы легко это сделаем. Посмотрим, что получилось. Начнем с того, что удалим существующую версию приложения. Ведь у нас все поменялось. Пользовательские хранилища нам не нужны, а список участников нам теперь надо хранить в серверной базе данных. Следовательно, надо бы пройти процедуру установки заново. После удаления заново добавляем приложение, указываем те же права, что и раньше, кроме хранилища, и указываем ссылки на приложение и его установочную страницу. Сразу запускается установка приложения. Мы добавляем все тех же участников, завершаем установку и переходим в раздел «Мои приложения Битрикс24». Вот отсюда и надо взять те самые параметры для дальнейшего использования нашим черным ящиком по проверке авторизации. Скопируем эти значения и вставим в нужные константы в файле Tools.php. Теперь запустим приложение. Как видно, оно работает, и мы даже видим данные рейтинга текущего пользователя. Давайте заодно посмотрим, в каком виде нам возвращаются данные о пользователях и рейтингах. Для этого откроем консоль браузера. Вот здесь мы видим ответ в виде JSON, а чуть ниже массив с данными, полученный преобразованием из JSON. Все очень просто и удобно.